Продолжение следует... Продолжение следует... Не скажу, что именно он поставил этот футбол. Швайнштайгер может открывать счет. Бавария играет уже в штрафной площади чужой в свое удовольствие. Будто это она Барселона. Первый удар по воротам. Нойер не очень-то и ждал, что будет такое решение. И Бавария не очень ждала, поэтому позволила прицельно пробить из-за предела в штрафной площади. Ну, так, разминочка для Нойера. Педро прицельно пробил. Ну, хоть что-то. По крайней мере, какие-то статистические данные в свою пользу записывают. Безнадежные задачи решать. Фабригас, ну, пробить бы уже. Ну, вот вам, пожалуйста, нападающий. Нападающий бить все-таки должен поворотом. Фабригас полузащитник. У него ум полузащитник. И поэтому сейчас сыграл в пас вместо удара. Алвес опять верхом. О, тут даже, смотрите, мяч выиграли барселонцы. И, может быть, пенальти. Первый. Острый момент. Ну, удар Педро все-таки мы не будем считать за острый. А вот эта атака, доведенная до ума, доведенная до удара по воротам, состоялась уже во второй части первой таймы. Чай показывает, что рука там была у игрока Баварии, но не в сторону Давида Вилья. Тоже не совсем здоров Давид Вилья. Скомка на него получился сезон. Шикарный перевод. Ну что, баварцы, сыграйте в футбол достойный финалиста! Спасибо Робину за это. Это было прекрасно. Это был достойный чемпиона маневр и гол. Это видео тоже можете захватить завтра на улицу и потренировать. Обводящий удар. Робин просто красавец. Король вот этих вот обводящих ударов. Как же он их великолепно исполняет. 1-0. Бавария впереди. Ну и вот Адриану. Я почему говорил, не запоминайте его, потому что не тот игрок, о котором нужно мечтать. Бросил свою зону Адриану. Ну а дальше коронный маневр Робина. Как же он здорово вот это делает. Словно рукой работает своим голеностопом. Резкий вот этот разворот влево. И бах сразу же в дальний. Без шансов. Если у Робина вот это проходит, это нельзя поймать, это нельзя отбить. Его можно только вынуть и поставить на центр мяч. Я имею в виду. 1-0. И становится интересно, а держит ли Бавария победу на Камп-Ноу. Ну вот прострельная передача. И Пике забивает гол в свои ворота. Ну вот так символично. Может быть кто-то увидит такой сюжет. Билетеристический, что один из опытнейших игроков Барселоны вонзает этот мяч в свои собственные ворота. Причем делает это красиво, как все, что делает Барселона. Делала, по крайней мере. Еще становится 0-2. То бишь 2-0. Хорошая атака. В Баварии классный пас. Густаво прострел. Ну и со злости Пике пнул этот мяч. Даже не особо думая о том, попадет он в ворота или нет. Ой, жест отчаяния. Настоящего чемпиона, который как-то не особо прижился в Манчестер Юнайтед. Как-то может быть и без особого сожаления. Но Фергюсон с ним расстался. А вдруг в Барселоне стал вообще незаменимым игроком. Центр обороны. Одним из лучших в мире. И вот то, что именно Пике, а не кто-нибудь другой, допустим, молодой Бартра забивает гол в свои ворота. И титулы, и победы со сборными на всех уровнях. Со сборной испанской, естественно. Хотя он бразилец и чистокровный. Но живет в Испании, родился там и всю жизнь живет. А это Мюллер. Это уже неприлично. 3-0. Бавария. Громит. Ну и в защите, как мы и предполагали. Собственно, тут не стоит особо удивляться. И плакать, и расстраиваться, и рвать волосы на голове. Но некому играть в защите. Ну что, даже вот у Барселоны бывает некому играть в защите. А у Реал Мадрид иногда бывает некому в нападении играть. Вот что поделаешь. Ну, хороша Бавария. Давайте все-таки здесь скорее от силы Баварии отталкиваться, нежели чем искать какие-то слабые стороны. Ну, Сонг. Ну, как можно вот такие проигрывать единоборства? Это вообще поразительно. Просто посмотрите, как вот Рибери с мячом. Рибери, двигаясь, обыгрывает. Причем на метр обыгрывает опорного хавбека Барселона. Ну, куда это годится? 3-0. Смотрите, что Бавария это сделала так полушагом. Не напрягаясь. Страшно даже подумать, что было бы, если бы по каким-то причинам Бавария напряглась. Рибери... Бавария... Рибери... Присло 그...